В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте! Одна из старейших школ округа отмечает 90-летний юбилей. За почти вековую историю из ее стен вышло около пяти с половиной тысяч выпускников. О школе-ровеснице Нарьинмара поговорим с директором Юрием Каневым. Здравствуйте, Юрий Викторович! Добрый всем день! Юрий Викторович, давайте начнем с истории. С чего началась первая школа, где располагалось здание? И изначально это здание было под школу построено или это было что-то другое? Ну, вообще история школы номер один тесно связана с историей возникновения города Нарьинмара, потому что Нарьинмара возник как рабочий поселок еще в 1931 году. Ну и, в общем, практически сразу стал вопрос о том, что нужна школа для детей, работников, рабочих, которые приехали в Нарьинмар. Вот, и, ну, уже по всей видимости, где-то осенью 1931 года школа была создана, но документально история школы подтверждена с, скажем, первые документы подтверждают существование в апреле 1932 года. Поэтому, в общем, на протяжении уже многих десятилетий юбилей школы номер один отмечается в апреле. И, соответственно, первое здание было, соответственно, небольшим. У нас вот в музейно-экспозиционном комплексе имеется макет этого здания. Оно было одноэтажным, приспособленным, соответственно. А затем уже в конце 30-х годов было построено второе здание. Оно было, ну, по тем меркам оно было типовым. Вот это здание, которое, в общем, сейчас у нас находится в центре города. Значит, сначала занималась школа номер один, потом школа номер четыре получила ее по наследству. Потом, когда школа номер четыре получила новое здание, там занималась коррекционная школа. Теперь это здание, в общем, признанно аварийным. И вот оно сейчас стоит, я так понимаю, ожидается его часа. Вот. А это здание было вот построено в конце 30-х годов. Здание было типовым. Ну, по меркам, теориям, это было здание роскошное, наверное. Потому что, ну, действительно... А затем уже вот в конце 80-х годов было построено новое здание, трехэтажное, кирпичное, типовое. И, соответственно, оно было введено в строй вот в феврале 1989 года. Школа въехала в это здание и, в общем, с тех пор размещается в нем, тоже в центре города. А школа была 10-летняя сразу или нет, или 8-летняя? Нет, сначала она была начальная школа, то есть первые несколько лет существования. Затем она стала 7-летней и в 1937 году был сделан первый выпуск 10-го класса. Всего 8 человек. Вот с этих первых 8 человек и начинается, как бы, вот история тех выпускников, пяти с лишним тысяч человек, которые вышли из тем школы номер один. Вот. Пятитысячного выпускника мы поздравляли в 2019 году с выпуском из школы. Вот тогда он уже выхожу. Теперь прошло уже еще 5 лет и количество выпускников, понятно, выросло за эти годы еще на несколько сотен человек. А данные вот об этих первых выпускниках где-то сохранились? Есть какие-то... У нас в музее есть данные о первых выпускниках. В общем, они сохранены и, в общем, мы приблизительно представляем, где эти люди жили. Кто-то из них воевал, кто-то погиб. То есть, в общем, представление есть. Всегда казалось, что день рождения школы в феврале. То есть, в феврале празднуется день школы, и это должно быть... Как привязан день школы и день рождения? Почему это разные месяцы, разные даты? Ну, когда перешли в новое издание, было принято решение о том, что первая пятница февраля будет отмечаться день школы. День школы, как вот именно ежегодно день, когда школа празднует определенный праздник, вспоминает свои истории. И, в общем, этот праздник у нас каждый год происходит. Но в этом году, возможно, из-за пандемии он будет немножко перенесен. Потому что первая пятница февраля, посмотрим, как нам удастся организовать мероприятие или нет. А если говорить о педагогическом составе школы, первой школы, кого можно за эти годы выделить? Какие были яркие личности? Ну, вообще в школе работало огромное количество талантских педагогов. То есть это за вот эти 9 десятилетий, это огромное количество учителей, директоров, которые оставили свой след. Вот сейчас в рамках празднования юбилея мы планируем выпустить материалы. Ну, в частности, я сейчас готовлю материалы, собираю данные о Сергея Алексеевичу Новикове, о своем коллеге, директоре. Потому что это один из, наверное, таких ярких людей, которые оставили глубокий след в истории школы номер один. И вот я думаю, что где-то в ближайшее время, там, в феврале-марте, материал появится на странице газеты. Мы разместим его и в нашей странице ВКонтакте. Потому что Сергей Алексеевич, действительно, это очень такой интересный, яркий человек, который много сделал для развития школы. Ну, как у нас Ольга Алексеевна Ястрикова, будет готовить материал о Верене Борисовне Феневой, тоже одному из заслуженных учителей Российской Федерации. Она имеет это звание. Ныне Эльберс находится на заслуженном отдыхе, но материал, они тоже будут подготовлены. И вот в рамках празднования юбилея мы его тоже публикуем. Школе было присвоено звание Спирихина, имя Спирихина. Почему, с чем это было связано? Ну, вот, надо бы сказать, что Петр Михайлович Перихин, это один из, наверное, старейших выпускников школы. Он закончил школу в 1939 году. Соответственно, он был участник войны. Как мы знаем, все очень хорошо, он был тяжело ранен. Но заслуга его не только в том, что он был участник войны. У нас участников войны в школе сотни были. Петр Михайлович в отношении всегда поддерживал очень интересный контакт с школой номер один. До последних дней он встречался со школьниками, проводил уроки. Он сам был по образованию педагог, директор, историк. Соответственно, очень много внимания уделял работе с нашим музеем. И когда он в декабре 2016 года умер, ну, практически сразу возник вопрос о том, чтобы присвоить его имя школьный номер один. И где-то через год мы стали готовить документы на присвоение этого звания. Департамент образования поддержал это вопросе. И в феврале, 22 февраля 2018 года имя Петра Михайловича Перекина было школе присвоено. Вот, чем я считаю, мы очень гордимся. Действительно, это очень значимый человек для истории нашего региона. Имя его закрепилось за нашей школой. Ну, и имя второй, в декабре 2020 года, годовщину его смерти, на стене школы была установлена мемориальная доска в память о Петре Михайловиче Перекине. То есть, у нас в музее собираются материалы, они достаточно большие уже собраны. И, в общем, я думаю, что память о нем у нас будет сохраняться еще очень-очень долго. А все-таки, если вернуться к персоналям преподавателей, кого еще можно выдалить из педагогов и чем они примечательны? Ну, у нас вот сегодня в школе работает 56 педагогов. Значит, ну, большинство из них, 60%, это люди, имеющие первую высшую категорию. У нас, наверное, единственная школа в округе, где работают два заслуженных учителя Российской Федерации. Это Светлана Генедуркина и Светлана Радульфовна Хабарова. Вот, учитель Светлана Радульфовна Хабарова, это учитель физики, Светлана Генедуркина, учитель географии. Они получили эти звания, соответственно, в 2015 и 2021 году. У нас работает 7 почетных работников общего образования. У нас работает большое количество педагогов-стажистов, но у нас и появилось большое количество молодых педагогов, что тоже радует, потому что действительно это люди, которые пришли в школу номер один, и мы, в общем, будем стараться, чтобы традиции школы были продолжены. Учителей я бы так вот не хотел называть всех, потому что это очень, считай, неправильно. Вот, ну, например, я не могу не отметить человека, который, ну, и, как мне кажется, является душой школы. Это Ольга Алексеевна Ястрикова. Она очень много внимания уделяет вопросам, ну, скажем так, и традиций школы, и сохранения традиций школы, и воспитательного процесса. Поэтому Ольга Алексеевна – это человек, который горит своей работой. Поэтому вот у нас есть наш ветеран Татьяна Петровна Балмасова, которая уже не работая в школе, но до сих пор занимается работой музея, ее детища. Она передает сейчас вот как бы свой опыт нашему молодому педагогу, ее внучке Наталье Александровне Хохловой, которая сейчас у нас принимает, как бы, ну, наверное, такую эстафетную палочку. И я думаю, что у нас музей в этом отношении один из лучших, потому что он, ну, скажем так, аккумулировал огромное количество информации, фотографий, воспоминаний вот о истории школы. Нам повезло. У нас есть такой развитый, интересный очень музейный экспедиционный комплекс. Сейчас мы в рамках юбилея планируем его дополнить материалами о педагогах-ветеранах, которые уже не работают в школе, вышли на пенсию, на служу на отдых. Мы планируем дополнить этот комплекс, поэтому он у нас в постоянном развитии, и, в общем, мы стараемся его поддерживать на должном уровне. А если говорить о традициях, какие в школе существуют традиции? Понятно, что сейчас пандемия, наверное, не все удается поддержать, но традиции школы, которые вот испокон веков существуют и все-таки возродятся, наверное. Ну, я скажу, да, действительно, школы номер один, традиции очень много, но начнем с того, что у нас на сегодняшний есть и гимн, который был разработан еще, утвержден в 2003 году. Ну, затем у нас есть герб школы, который был разработан в 2007 году, и сейчас, ну, учитывая, что, опять же, юбилейный год наступил, мы планируем провести конкурс и в 2020 году принять флаг школы. Потому что, ну, вот хотелось бы, чтобы была полная уже, как бы, да, геральдика, то есть гимн есть, да, герб есть, будет у нас и флаг свой. То есть мы в этом отношении тоже будем его на мероприятиях использовать как флаг школы номер один. Я думаю, что где-то вот, ну, к концу учебного года мы его должны каким-то образом уже на конкурсе принять. А кто будет участвовать в этом конкурсе? Ну, конечно, учащийся бы, вот, то есть, как мы обычно проводим среди учащихся. У нас очень много ребят занимаются в детской школе искусств, и я думаю, что они смогут нам подготовить интересные проекты. А конкурс уже объявлен? Ну, сейчас положением делаем, я думаю, что после завершения, вот, сейчас у нас пока временно все приходят учиться на дистанционный курс, я думаю, что где-то вот после этого в феврале месяце мы уже объявим его. А мероприятия какие-то традиционные, что проходят в школе? У нас, вот, в виде, скажем так, традиционных мероприятий, вот, кроме уже упомянутого дня школы, который празднуется в феврале месяце, у нас проводится, например, такое уже развитое мероприятие День науки, вот, мы всегда проводим его с большим подъемом. Раньше, до, скажем так, пандемии, мы ежегодно проводили очень такие яркие мероприятия, это мисс школа и мистер школа, и, в общем, кстати говоря, они пользовались громадной популярностью, у нас было много и мисс, и мистеров, которые, ну, в общем, оставили тоже свои следы в истории школы, вот, проводится у нас традиционный смотр строги песни, уже такое мероприятие, которое очень, ну, скажем так, запоминающееся, вот. Вот, и, ну, вот, я считаю, что это вот такие традиционные мероприятия, которые уже вошли в календарь школы, ну, будет, пандемия завершится, будем продолжать. А что можно сказать о выпускниках за столько лет, какие были яркие личности, чем они прославились, и поддерживаете ли вы связь с выпускниками? Ну, да, у нас связь с выпускниками поддерживается очень тесная, и у нас ежегодно мы поздравляем их с разнообразными праздниками многих выпускников наших и ветеранов. Ну, вот, надо сказать, что в 50-е, 60-е годы у нас было вышло огромное количество людей, которые стали видными учеными, да, люди, которые, ну, стали докторами наук, стали профессорами, стали, были награждены родинами, высокими званиями. Ну, сейчас, я думаю, сказать, что был такой выпускник 55-го года, Лев Блинов, профессор, который является одним из создателей межконтинентальных ракет. Вот, долгое время он был, как бы, засекречен, и только вот уже, там, в начале 90-х он, как бы, сумел рассказать о своей деятельности. Вот, и таких людей было много. Есть у нас свой генерал, сейчас всегда Клавдий Шестаков, который, соответственно, был начальником Казанского Суворовского училища. Вот, из, наверное, таких более близких лет, ну, вот я могу назвать ребят, которые заканчивали школу, там, в 2002-м, 2005-м, 2010-м, 2012-м году. Ну, вот, например, у нас Алексей Карипанов, журналист, работает на Первом канале в Санкт-Петербурге, ну, до сих пор мы его голос используем, когда выходит наш радиоканал «Импульс». Значит, у нас Степан Литков, ну, тоже личность известная, это фронтмен группы «Марсель», живет тоже в городе Санкт-Петербург. Павел Окладников, ныне он министр правительства Архангельской области. Денис Безумов и Алексей Торопов, вот это у нас пилоты самолетов «Боинг». Вот, в этом отношении они уже давно летают. Игорь Мартьянов, Яков Сумароков, например, это известный лыжник, да, в округе сейчас он является одним из самых таких, наверное, заметных спортсменов-лыжников. Игорь Мартьянов руководит «Кванториумом», то есть, вот, тоже интересно. Соответственно, Мария Ушакова, корреспондент на канале Матч ТВ. То есть, огромное количество людей, тысячи выпускников, понятно, что мы не про всех знаем, но, действительно, со многими у нас есть контакт, и я думаю, что все они, ну, тоже, наверное, каким-то образом будут отмечать этот праздник, 90-летие школы. То есть, каждый из них вспомнит свою школьную молодость, школьные годы, каждого свои воспоминания. Чем первая школа отличается от других городских школ? Есть какая-то разница? Вот, можно есть какая-то, я не знаю, лицо школы, визитная карточка какая-то школы, в чем разница? Ну, вот, на мой взгляд, лицо школы, да, все-таки у нас, я не знаю, как, это мое мнение. Во-первых, у нас сложившийся годами коллектив, люди, которые работают, ну, многие десятилетия, не то, что года, а десятилетия, но вот примеров там масса. Люди, которые отдали практически всю жизнь школьную. Мы уже поняли Татьяну Балмасову, наркотелем нашего музея, у Алексея Ястрикова, она и заканчивала школу номер один, и, соответственно, многие-многие годы работает в школьной номер один, заместителем директора. Вот, у нас Людмила Слава Прилуцкая, один из, я считаю, лучших учителей информатики, она и заканчивала школу, и работает в ней тоже многие годы уже. То есть, вот если так брать, таких фигур у нас вот очень-очень много в истории школы людей, которые работают десятилетиями, у нас очень слаженный коллектив нашего пищеблока. Не знаю, как где, но я сам часто обедаю, потому что, ну, вот, в силу, наверное, экономии времени, и я знаю, что кормят нас хорошо, на случай никто не жаловался никогда, что кормят плохо. И, например, один из наших поваров, Мария Анатольевна Ружникова, работает в школе, ну, практически всю свою жизнь проработала. Вот, 30 лет стажа у человека, на одном месте работы. Вот, и она, в общем, является, наверное, таким тоже уже, честно говоря, лицом нашей столовой. Марина Николаевна Лузгина, заведующая столовая, она руководит уже, уже скоро, мне кажется, уже 8 лет. И вот Мария Анатольевна тоже многие годы работает. То есть, школа сильна, наверное, всякими людьми, да, вот, людьми, которые работают, людьми, которые, закончив школу, потом возвращаются работать в нее. Поэтому вот это очень важно, некая преемственность, преемственность добротности обучения, чтобы ребята получали хорошее знание. Мы каждый год стараемся подготовить, там, 3, 4, 5, 6 медалистов у нас был один год, я помню. То есть, ребята выходят с достаточно мощными знаниями. У нас ежегодно ребята сдают, очень неплохо сдают, единый государственный экзамен. И у нас выходят стоп-бальники. Вот, единственный у нас в истории округа стоп-бальник по математике, ученик Надежды Анатольевны Бестужевой, Яков Фишер, он, соответственно, у нас получил стоп-балов по математике. Сейчас учится в МГУ имени Ломоносова. То есть, вот таких ребят у нас, ну, они есть, самое главное. Вот, много сказать нельзя, потому что много это вообще, вот, стоп-бальники товарштучные, ребята редко заканчивают, получают стоп-балов, это сложно получить. Но так или иначе, мы стараемся давать хорошее знание для того, чтобы они могли впоследствии реализовать себя в этом большом мире. Мы понимаем, что возвращаются в Наринмар далеко не все. Вот, многие остаются в Петербурге, многие остаются в Москве, работают. Ну, я думаю, что они достигнут своего. Вот, как-то, я помню, напутствовал, там же Фишер рассказал, что хотелось бы, чтобы из него получился академик. У него должно получиться. Потому что парень с такой хорошей головой, я думаю, что у него со временем, лет через 25, может быть, будет академик Фишер, выпускник школы номер один, кто его знает. А какой процент выпускников поступает в ВУЗы? Ну, если брать 11 классы, то абсолютное большинство. Причем, что приятно, я, причем, в этом году, я вот тех ребят, которые в этом году заканчивали, я учил с 5 класса многих. То есть, я их хорошо учусь, знаю всех. И я специально как бы отслеживал, я заметил, что вот мы с ними когда говорили, куда им нужно было поступить, они, ну, свои планы, в общем, как бы так приблизительно представляют, говорят. Ну, в массе своей они поступили туда, куда хотели. То есть, туда вот те ВУЗы, которые они наметили, они получили эти баллы для того, чтобы учиться в тех университетах, институтах, где они хотели учиться. Поэтому вот это приятно, что они смогли реализовать свои потребности, и я надеюсь, они выучатся и получат высшее образование и будут работать дальше. Насколько этому способствует материально-техническое оснащение школы и программа, по которым работают педагоги? Ну, у нас сейчас не секрет, что мы переходим на новые федеральные государственные образования стандарты. Вот у нас ежегодно закупается значительное количество учебников новых. То есть, ежегодно более миллиона рублей, это миллион триста, мы тратим на приобретение новых учебников, на обновление материальной базы. Сейчас идет работа, вот, совместно с департаментом, мы ведем работу о том, чтобы, значит, в 2023 году провести капитальный ремонт здания. Дело в том, что мы уже проводили ремонтную работу, самая разнообразная, но вот сейчас дошла, как бы, очередь до холодного, горячего водоснабжения, канализации, дело в том, что, понятно, значит, они уже износились серьезно, и, соответственно, космический ремонт внутри всех помещений школы. Вот, мы надеемся, что в ходе этого ремонта все-таки у нас школа стоит более яркой, более яркой, более красивой, потому что хотелось бы, чтобы она была такой обновленной. Планируется одновременно провести капитальный ремонт автокласса, он тоже, в общем-то, уже с 2001 года не ремонтировался, и вот мы планируем провести там ремонтные работы в здании автокласса. Кстати говоря, вот, опять же, касаясь автокласса, да, это тоже одна из, наверное, предметов гордости. С 1973 года у нас работает автокласс, и на протяжении многих десятилетий он ежегодно выпускает сотни молодых водителей. Ну, и не секрет, наверное, что полный Ринмара обучен вождению в автоклассе школы номер один. Сейчас им руководит уже, ну, многие годы Виктор Ильянович Аковлев, его тоже, я думаю, ждет полгорода, потому что он, в общем, является такой тоже визитной карточкой нашего автокласса. Вот, и, ну, вот мы планируем, что автокласс тоже будет обновлен, станет более современным. Вот, и, вот, опять же говоря о ремонтных работах, мы не планируем завершать 2023 годом. Вот, в планах у нас совместно с департаментом подготовка второго этапа, это обшивка здания, обшивка здания с реконструкцией кровли и, соответственно, благосостояние территории, потому что территорию хотелось бы привести к таким современным стандартам, сделать хорошие дорожки красивые, поставить фонари, скамеечки, флагшток, вот как раз в рамках того, что мы разрабатываем новый флаг города, школы, то есть, чтобы это было красиво, соответственно, установить площадки детские. Ну, вот это у нас тоже в планах 2024 года уже. То есть, понятно, что в один год, учитывая масштабы работ, не уложиться, то есть, вот, в 2023 год это первый этап и в 2024 год это второй этап. Ну, мы надеемся, что вот при совместном успешной работе нам удастся все эти проекты реализовать. А если вот в день рождения загадывать приняты какие-то желания, да, вот что бы хотелось к следующему юбилею, к следующей круглой дате, к 95-летию, что бы хотелось иметь в школе, какой бы вы хотели ее видеть? Ну, не знаю, мы всем хотелось бы, чтобы школа становилась все более и более современной. У нас, мы прекрасно понимаем, что здание школы национально небольшое. Если брать в сравнение вот с новой самой школой номер 3, то разница просто в помещениях просто колоссальная. Если я ошибусь, по-моему, в 5 или 6 раз наше помещение меньше. То есть, площади, конечно, в самом деле небольшие. Но я повторяю, что школа сильна не только, наверное, количеством кабинетов, но и, в первую очередь, коллективом. Поэтому мы всегда как бы нацелены на то, чтобы коллектив школы был сплоченным, чтобы он работал, чтобы он давал хорошее знание, чтобы наши коллеги, в общем, профессионально росли над собой, чтобы дети получали вот тот богождание, которое они должны вынести из тем школы после 9-го, после 11-го класса. А школа укомплектована педагогами? Достаточное количество педагогов? Да, мы сейчас 100% укомплектованы из штатов. То есть, у нас нет вакансий среди педагогов. И, в общем, я хочу сказать, что у нас средний возраст педагогов, в самом деле, небольшой, около 40 с небольшим лет. То есть, это хороший результат, потому что, повторюсь, что у нас, конечно, ну, последние, наверное, лет 5 многие педагоги ушли на служебный отдых. Ну, в силу возраста это понятно. Но вот приходят на смену молодые педагоги, и, в общем, многие из них нас радуют. Если возвращаться к юбилею, как вы планируете отмечать его? Что это будет? Какие мероприятия? Что какие? И как долго будет празднование юбилея продолжаться? Ну, вот, вообще, у нас не так давно собирался оргкомитет. В школе мы собирали оргкомитет по вопросам подготовки к мероприятиям. И, в общем, мы обсудили те вопросы, которые мы планируем решать. Значит, ну, во-первых, у нас что планируется? Планируется у нас подготовка двух новых больших стендов. Мы их поставим в помещениях школы. Это вот первый, посвященный ветеранам, большой стенд. Им занимаются такие, например, Балмасова. И второй стенд, посвященный выпускникам. Тем, которые закончили школу уже в 21 веке. То есть, это страна для тех, кто еще недавно ходил по школе и их помнит учениками. Это занимается Ольга Семен-Ястрикова. Это будут два больших стенда. Во-первых, ветеранов школы мы обязаны помнить. Это наша история. Ну, а вот для того, чтобы наша молодежь видела, что, в общем, можно многого добиться в жизни, мы вот как раз хотим сделать такой стенд с нашими вот как раз современниками уже, молодыми, сравнительными людьми, которые закончили школу там 5, 10, 15 лет назад. Вот. Затем у нас планируется подготовка фильма. Подготовка фильма о школе. Это будет 15-минутный документальный фильм. Им занимается у нас Елена Александрович Черницына, которая говорит о точке роста. Вот, кстати говоря, у нас тоже одно из таких вот новелл. Это появление точки роста, которая была у нас создана в 2020 году. Это место, где работают новые информационные технологии, где у нас есть новое оборудование, где у нас современная яркая мебель. Вот, действительно, точка роста у нас так, в общем, состоялась. Поэтому Елена Александровича подключена со всей своей техникой, со всеми своими инновациями вот к как раз подготовке фильма. Фильма о школе. Ну, я думаю, что фильм будет интересный. И вот мы даже, может быть, будем его, хотим показать его на телеканале «Север» в рамках празднования юбилея. Дальше, соответственно, это у нас, как и одна из, наверное, тоже таких традиций, будет выпуск брошюры во славу школы. Планируется выпуск сборника стихов учащихся учителей о школе номер один. В этом отношении мы приглашаем всех выпускников школы прошлых лет, кто готов поделиться своим творчеством. Мы приглашаем выпускников, мы приглашаем учителей. И вот мы сделаем такую книжку, тираж, сделаем такой библиографический небольшой. И, соответственно, он будет выпущен тоже в рамках празднования юбилея. То есть вот, я думаю, февраль, март, апрель месяц мы это будем готовить. А куда приносить стихи? Вот кто-то нас посмотрит и решит, что... У нас урага Северна Ястрикова, как бы, она будет формировать вот эту всю полностью литературную часть. Она, как учитель литературы, уже собирает сейчас материалы и вот... Можно как-то по электронной почте присылать? Можно по электронной почте присылать, можно присылать по ВКонтакте, как угодно в этом отношении. Можно принести на листочки в этом отношении. Можно сфотографировать, присылать по Ватсапу, по Вайберу. В общем, способов коммуникации очень много для этого. Кроме этого, мы планируем заказать баннеры юбилейные, грамоты и благодарности с юбилейной тематикой в этом отношении. 90-летия у нас будет... Просто у нас уже было в прошлый юбилей, 85 лет, мы готовили грамоты. И, в общем, они, конечно, были очень красивые. Мы планируем повторить этот опыт. Кого будете грамотами награждать? Для кого эти грамоты? А грамоты будем награждать как? Учащихся, выпускников школы, которые в этом году будут запускаться. В этом памятный будет такой подарок, как бы, грамоты к 90-летию школы, с 90-летним юбилеем. Так и работников школы будем награждать, потому что у нас много достаточно молодых работников, которых надо поощрять. И вот хорошая дата, 90 лет, дата долгожительства, я думаю, что мы хотим тоже это сделать. И, соответственно, ну, наверное, такой гвоздь, в всяком случае, мы планируем, что это свершится. 22 апреля, 22 года в КДЦ Арктика мы планируем проведение торжественного мероприятия. Вот, будем надеяться, что к этому времени пандемия уже отступит. Вот, и вот хороший весенний праздничный день, 22 апреля, мы отпразднуем 90-летие школы. Вот, традиционно мы уже праздновали там не один раз 90-летие школы номер один в большом зале КДЦ. Но выпускникам вот не удастся сейчас в феврале на день школы, прийти в школу не удастся, да? То есть никаких мероприятий для них? Нет, потому что школа пока закрыта, и мы прекрасно понимаем, что, ну, голову в глаз ставим, как в первую очередь, сохранить здоровье. Но я думаю, все-таки в апреле месяце, может быть, ситуация изменится, потому что, как мы видим, то у нас болеют тысячи людей, то, в общем, она отступает. И мы будем надеяться, что весна все-таки это более благоприятный период для празднования юбилея. Будете каких-то выпускников, педагогов приглашать известных на юбилеи? Нет, мы не планируем приглашать, если приедут, хорошо в этом отношении, потому что мы не располагаем возможностями для приглашения людей. Но, во всяком случае, во всяком случае, будем рады, если люди приедут. Но я думаю, что сейчас у нас масса способов подключиться к мероприятиям есть чисто дистанционно, поэтому будем, может быть, проводить такие мероприятия. А в целом, я говорю, что 22 апреля – это день сбора. У нас просто традиция, когда проводится такой праздник, по Синдишко обычно собираются, даже если они не планируют, скажем так, прийти на большое мероприятие, они собираются самостоятельно и отмечают день, скажем так, своего выпуска, собираются 20-летие, 30-летие, 40-летие выпуска и, в общем, празднуют. У нас, кстати говоря, я помню, когда еще до пандемии приезжали выпускники, например, 66-го года, помню очень хорошо, это было в 2016 году, они отмечались, скажем так, тоже юбилей своей выпуска, и тоже было очень интересно, когда люди уже достаточно пожилые, они собрались дружно для того, чтобы отпраздновать годовщину своего выпуска. А со школой как связь выпускники поддерживают? Через что? Через какие-то страницы? У нас, ну, во-первых, у нас есть, мы повторяем, музей, который очень активно ведет коммуникацию со многими десятками, сотнями людей, переписываемся, поздравляем, получаем какие-то документы, воспоминания. А второе, это у нас система сейчас страницы ВКонтакте, Ольга Алексеевна ее постоянно ведет, поддерживает ее на должном уровне, все новости, все мероприятия, они фиксируются, там же идет переписка с многими-многими-многими людьми, и поэтому, в общем, мы находимся на таком достаточно хорошем уровне, в системе коммуникации своими выпускниками, с людьми, которые закончили школы многие годы уже назад, десятилетия, они вообще активно коммуницируют, я думаю, что с ними проблем-то нет, то есть система ВКонтакте позволяет нам найти людей очень быстро. А какие еще мероприятия запланированы к юбилею школы, которые, ну, не праздничные, не торжественные? У нас будет очень много внутрешкольных мероприятий, понятно, то есть это вот как бы свои классные мероприятия будут проводиться, будет работать музей, у нас, соответственно, он подключится к подготовке юбилейных мероприятий, тут будут возить наших школьников, особенно начальную школу, которая вот только-только пришла, у нас традиционно обычно в октябре месяце первоклассники ходят в музей, понимая, что первоклассники это люди маленькие, я думаю, что они еще раз придут, чтобы им напомнили страницы истории школы, вот, то есть у нас будет, ну, вот кроме вот таких каких-то больших мероприятий, будет еще большое количество небольших мероприятий именно в пределах школы, 90-летия школы, будем их проводить уже как бы в рамках своей большой школьной семьи. А что касается экспонатов, что это за экспонаты, что в музее? Да, в рамках экспонатов в музей школы сейчас объявился, опять же, сбор, то есть можно принести какие-то памятные вещи, какие-то, может быть, дневники школьные, у кого сохранились, тетради какие-то очень интересные, знаете, бывает, фотографии, ну, все что угодно, то есть какие-то вещи, которые памятны именно, вот, связаны со школой, музей школы объявил сейчас сбор, вот, как раз в рамках 90-летия, и, в общем, мы готовы, опять же, да, вот, встречаться и каким-то образом получать все эти вещи, потому что, ну, действительно, хотелось бы, чтобы люди вспомнили о школьных годах, вот, и, в общем, 90-летие, это хороший повод об этом повспоминать. А самый старый экспонат, который в школьном музее хранится, что это? Ой, у нас очень много старых, у нас, видите, музей-то, повторяю, существует уже с 1987 года, и там, например, хранится, вот, я, как для меня, кажется, очень интересный экспонат, это Патефон, который Александр Павлович Дрисвянкин, почетный гражданин города Гермара, подарил школе, и он, самое главное, что он работает, то есть его можно завести, поставить пластинку, и он, в общем, исполнит те песни, которые слушали люди еще до войны, 30-е годы. То есть, вот этот Патефон, там есть парта, сейчас вещь, которая, кажется, уже раритетом, хотя вот сам я начинал учиться, еще сидел за партой, но теперь парт нету, а вот у нас парта есть, она, есть чернильница, не проливайка, есть перьевые ручки, которые писали там еще в 30-е, 40-е годы. Там вообще много очень интересных экспонатов, вообще, я повторяю, что наш музей, это такое очень огромные фонды с интересными материалами, и, кстати говоря, у нас многие очень счастливы пользуются этими материалами для написания вот самых разнообразных научных работ. Вот, поэтому наш музей, это такое очень интересное место, хотя им, конечно, не хватает площадей, потому что, ну, все-таки мы стараемся расшириться, но только за счет рекреации мы сделали там музейный компенсационный комплекс. Кстати говоря, у нас музей в 2021 году занял первое место по России среди музеев городов Алх. Это вот, что очень приятно, потому что, повторюсь, что таких музеев я бывал во многих школах, я знаю, как они существуют, но наш музей считает, наверное, такой, в общем, наверное, как бы слово-то подобрать, ну, шедевр, наверное. Там меняются экспозиции, там есть очень маленькое помещение. Помещение маленькое, да. Сменяете просто экспозиции или по надобности достаете из фондов? Мы не так давно обновляли, скажем так, часть, скажем так, стендов. Мы получили грант как раз в рамках того, что мы получили первое место. И Татьяна Породова, у нее сейчас новый современный компьютер и хороший принтер для того, чтобы работать с документами. Потому что понятно, что нужно и сканировать, нужно и копировать многие вещи. Вот, ну, сейчас опять же в рамках, повторяю, юбилея будем потихоньку обновлять некоторые вещи, потому что, ну, хотелось бы, чтобы музей, все-таки, да, если он лицо школы, многие гости, которые приходят нам, куда идут, в первую очередь, в музей, в музей, показать историю школы. Юрий Викторович, что бы вы, вот, в конце программы пожелали школе, что бы, какие пожелания, что бы, что бы, что было в ближайшее время в честь юбилея школы? Ну, я хотел пожелать, чтобы, ну, наверное, все-таки завершилась эта пандемия, потому что нам хочется активно работать с детьми, чтобы наши мероприятия, которые у нас традиционно, они снова проходили масштабно, чтобы все были здоровы, потому что, к сожалению, сейчас, в период пандемии, многие болеют, ну, и школа, школа будет жить, она, в общем, существует, я повторяю, уже 90 лет, и я думаю, что еще 90-90-90 будут существовать, вот, поэтому, интересно говоря, о школе номер один, понимаем, что это одна, вот, на мой взгляд, у нас есть такой хороший юбилея, она всегда первая, да, мы всегда, всегда первые, мы хотим сохранить это звание, сохранить место, которое мы занимаем, потому что школа номер один, это традиции, это коллектив, это, ну, это определенная атмосфера, да, атмосфера доброты, атмосфера, ну, наверное, взаимопонимания очень важна, потому что мы сейчас стараемся всегда многие вопросы решать совместно, у нас мощная система самоуправления, что тоже очень приятно, ребята, школьники, у них есть эксперт-совет, они всегда готовы подключиться к обсуждению любых вопросов, и решения принимаются коллегиально, то есть не мы сами это решаем, вот так делаем, нет, они сами, понимаем, решение, что вот такие мероприятия проводим сейчас, эти потом, то есть в этом отношении у нас система школьного самоуправления, она сложилась уже, опять же, многие-многие годы назад, и она себе зарекомендовала, считай, с самой лучшей точки зрения. А день самоуправления традиционно проходит, когда он проходит? Ну, у нас ежегодно проводится день, когда учащиеся в день учителя подключаются и замещают учителей, это у нас, ну, в октябре месяце традиционно проводятся мероприятия, выбирается директор, опять же, путем всеобщего и тайного голосования, вот, даже я прихожу, участвую, если успеваю прибежать, бросить бюллетень, обычно два человека, обычно почему-то получается мальчик и девочка участвуют в этом мероприятии, и, в общем, этот человек, ну, образ говоря, замещает меня в этот день, то есть я ухожу из кабинета, вот, он приходит и собирает, там, значит, завучи, учителей, они обсуждают, как будут провести уроки и так далее, то есть это их день, мы в этот день не вмешиваемся, как бы, в их дела, они все решают самостоятельно. Ну, я думаю, это правильно, потому что учащиеся, вот, обычно, это 10-11 класс, это люди, которые уже, в общем, в будущем будут работать и должны понимать меру ответственности. Поэтому вот день самоправления, он тоже такой очень традиционный, вот, мы, кстати, про него не сказали, он тоже традиционный, существует уже многие, тоже многие годы уже. Юрий Викторович, спасибо, что вы нашли время, пришли к нам на программу. Я напоминаю, что мы говорили о предстоящем 90-летнем юбилее школы номер один с ее директором Юрием Каневым. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова